Поехали все время. Сегодня у нас 6 июля 2016 года. Вот мы до завтрака в лагере работаем. Кобяки пилят, кто собирает, кто пилит. Все, бегом! Ну что вы, аккуратнее. Побежать, побежать. Тихо, тихо, тихо. Не плачь, не плачь. Так, принеси молоток и с гвоздями в кастрюлю. И вот сюда поставь. Боже, милостью будем и грешим. Создал меня, Господи, помилуй меня. Вячеславец и грешил, Господи. Прости меня, грешила, помилуй, благослови. Что-то неровно стали-то, как исказили. Ну, станьте так ровно. Все, выдвигаешься назад. Ну, отступи назад. Ну, глянь глазами. Ты видишь, какая линия должна быть? Ты шить должна ровно и резать ткань ровно. Тебе это сгодится в жизни. Вы не просто отдыхаете, вы учитесь жить правильно. Я вижу, дети пелят. Почему с ними никого не было старшего? Они непрерывно болтали. Кто разговаривал во время работы? Выйди сюда. Выходи, выходи. Кто говорил? Ну, это разговаривал уже. А что стоишь? Напомни, ты тоже стрекотала. Что молчишь-то? Ну, ты, Егор, ты же не молчал. А что стоишь? Есть охота? Так, это тоже разговаривал. Я? Да? Я не разговаривала. Ты сам за собой знаешь, что разговаривал? Не знаешь? И товарищ твой не знаешь, что разговаривал? Не разговаривал. Он видел, стоял. Максимом звать? Да. Выйди сюда. Почему ты не выходишь? Когда сказано было, кто разговаривал. Тебя учат здесь очень хорошему, с первого дня. Но я тебя не накажу сегодня. Первый день ты в гости. Так, это новый человек у нас. Максим звать? Да. Познакомишься с остальными, что тебя звали. Назови себя, фамилию, сколько тебе лет, где учился, сколько классов. Ну, я получил три класса, в четвертый перехожу. Ну, я деньшин Максим Егорович. Сколько лет? Десять. Десять, три класса, да? Угу. Ты в рост он большой, больше. Кто у нас в третьем классе учится? А ну-ка, посмотри рядом. Я в третьем. Я тоже в четвертый перехожу. Я тоже в шесть лет. Тоже, ладно. И я перехожу. И ты, ну-ка рядом с Саней посмотришь. Что-то мне показалось, он более... Да, почти одинаковый. Ладно. Барнаул? Да. Где до этого был? В каком лагере? До этого было... Громче. В спортивном. А? В спортивном лагере. В спортивном лагере. И какой вид спорта тебя больше интересовал? Легкая атлетика. Ну, легкая атлетика это много, что... Копье бросать там и бегать, и прыгать, это все легкое. Тяжелое это... Бассейн. А? Бассейн. Бассейн. А нам отказывают купаться. Признают, вода не такой. Значит, у нас выход один. Когда вчера была Санэпидемостанция Роснадзор, поступать по нее больше купаться здесь нельзя. Из колодца воду бить нельзя. Что будем делать? Это не все, что запрещается у них. Как запрещается? Нарушением их уставов. Будем исполнять или будем купаться? Купаться! Ну, вот и все. С вас и спрос будет. Вас в тюрьму, а я останусь на свободе. Ладно. Мне вот это и надо было. Так, за водой будем ходить или бросить пить не будем? Да, будем ходить! Вот это Роснадзор должен знать. Ты тоже говоришь будем? Ну, и Тимофей сказал, тут точка. Значит, они дурят. Ты приехал в православный лагерь, ты знаешь это? Верующий? Да. Тут хорошие ребята. Я ходила в алтарь. Прекрасно. Тебя запомни здесь, этот лагерь создан для того, чтобы люди отдыхали, получали здоровье и никто никого не обзывал. Сохрани Бог тебя обзывать кого-то. Я сразу накажу тебя. И его никто не может. Вот, допустим, он обозвал тебя. Ты должен ему сказать, жаловаться нельзя у нас, ябедичок. Ты должен подойти и сказать, пойдем к старшему, разберемся. Он говорит, а я не пойду, то он знает. Он ухватился за дознью и стоит уже, он знает, что будет ему. Поэтому ты один можешь подойти тогда. И разговор будет окончен. Потому что не говорят, ему ударить или как-то. Мы одна семья. А лучше его простить? А? А лучше его простить? Лучше, говорит, простить его. Да правильно простить. Но простить-то надо сначала, говорит, выговори ему. Перед тем, как простить-то. 17.3 Луки говорит. Брат согрешит, выговори ему. А выговори, а он опять лезет, скажи двум-трем, а потом всему собранию. То есть мы сделаем как по Евангелию. Так и будет. Ты разговаривал. Ты знаешь, что разговаривать во время работы нельзя? Нельзя. Ты должен, мол, взять в рот коринку там или маленькую палочку и не разговаривать. Эти говоруны-то, они же знали, что нельзя, не надо это делать. Потом я возьму бинокль, будете бинокль смотреть с вышки. Так. Зачем разговаривал? Зачем? Потому что этот. Ну да, это потому что вот тебе и на. А я ее так сказал, она тых-пых приехали. Ты нормально разговариваешь. Потому что ты нарушил. И ни на кого не ссылайся. Можно не разговаривать. Есть люди глухонемые. Бывают такие? Да. Бывает. У него папа глухонемый. Ни одного слова не сказал. Любую работу сделает. Вот даже, который он вверху завален, там это его работа была. И мне не надо было говорить, что делать. Я рукой показал ему, вот так вот, пальцем туда. Все. Он сделает так, как мне не сделать. А я строитель профессиональный. Там у него все завалено, закрутишь, закручено. Я скажу, да ладно, Андрей, сойдет. Нет, нельзя, надо хорошо сделать. Он мастер краснодеревщик. Знаете, что такое? Фигуры его разные вырезают. Модельная обувь любая в ее руках оживает. Сам шьет. И ни одного слова не говорит. А сын материться научился. Было такое? Да. А то никуда не годится. Зачем разговаривал? Вот так на суде Божьем будет. Господь спрашивает, и он молчал, не отвечал. Не отвечал ни слова. Вот это будет на суде Божьем. Приготовьтесь к этому. Зачем разговаривал? Не знаю. Не знаешь. А знать и не надо тебе. Не разговаривать очень легко. Вообще не разговаривать. Молчок. Ничего не надо знать. Ты пришел на работу. Одних не оставлять. Сделали замечание. И сделали правильно. Их на одну минуту нельзя оставлять. Вот у них то, что делает. Сахар воровали, тянули. И ни один не остановит другого. Вот. Ну ладно, попало пятеро. А если бы еще пятеро, и те пятеро полезут. Вот это самое страшное, что христианство липовое. Ни один не подойдет, за руку не схватит и скажет, что ты делаешь. Нам там сахар дают. Это для всех, как ты можешь, на пол сыпется. Он не понимает этого. Притом все абсолютно такие. Ты понял, что я сказал? Ты не тянись за ними. Ты покажи пример, что ты христианин. Ноги, чтобы вместе держали. Вот так вот. 45 градусов развел. Все. Зачем разговаривал? Я говорил Степе, чтобы он не стоял. Там было пятеро, а он еще пришел. А без разговора могло как-то быть? Ну, можно было показать там знак какой-то или отошел от него. Разговаривать нельзя. Ты выполнить должен вот этот пункт. А я потому вот тебе разговаривал. Ты нарушитель уже. Нарушитель. Притом устав этот, мы под него подписались. Это не санэпидемстанция выдумала, написала. Где-то там в кабинете какой-то сидел человек, написал. Это наш устав. Мы его знали, считали, подписались. Родители сказали, что мы согласны. Все до одного родителя согласны. А вы начинайте разговор вести. Вот. Говору не. Зачем разговаривала? Потому что Агния криво пенела. Агния виновата, да? Угу. Наказать Агнию, да? Да. А вот без Агнии попробуй узнать, почему ты разговаривала. Агнии бы не было, ты уже не разговаривал. Главное Агния здесь, да? Завтра Агния будет работать в другом месте. Ты разговаривать не будешь? Что, она катализатором является к разговору? Вот это не надо делать-то. Нельзя разговаривать. Ну, вокруг тебя сегодня стояло 44 Агнии. И все тебе, ну, давай поговорим. Показывает вот так вот. Это разговор. А ты показала. И все, кончилось. И все 44 Агнии по пятенству скажут, вот это натолкнулись. Гора не человек. Не сдвинешь ее с места. Ну, и тебе этого нет. Зачем разговаривала? Потому что к нам постоянно сначала пришла Оля, а потом пришел этот Максим. Нас было четверо. Я говорила им постоянно, маячила, уходи. Ага, без разговора могло? Я им маячила, маячила, они не понимали. Иногда отошла от них, взяла другую пилу. Главное-то ты нарушитель. Тебе ничего нельзя сказать сейчас. А вот, вот, вот аварию сделал. Хоть ты что, говорит, ты задавил человека. Ты сидеть будешь. Но он перебегал дорогу. Ты задавил его. Ну, и зачем кидался? Задавил его, тебе говорят. Задавил. Даже нечаянно задавил. Два года тебе минимум будет. Ты должен был смотреть, селить за руль. Не ученые, это не ученый топор, говорит, не точеный. За рулем это опасность представляет. В интернете показывают. Женщина за рулем, она пятится, бах, там бампером с той стороны. Вперед двинулась, бах, другую машину. И все это кто-то заснял и показал. И она вылезла, посмотрела. Опять залезла, начала разворачивать. Третью машину стукнула. Зачем же она лезла за машину, когда не может управлять? Ну, она думала машину управлять как мужем. А это труднее. Ну, что он тебе под каблучник один день покорится. А ты зачем ее говорила? Говорила, как легче распилить. Вытащи руки из кармана, когда со старшим говоришь. Не понял, что она? Она говорила, как легче распилить. Надо же, какой помощник. Ты хорошо знаешь, как легче распилить? Чтобы легче распилить было, разговаривать не надо как раз. Как раз-то утяжелила работу. Какая пташка синенькая. Ах, объегает на кромочке. Мы ее завязываем с синей грудкой. Правильное название, я не знаю, латинское. Вот она какая. Бойтенькая. Вот сюда стали залетать ласточки, попутно скажу. Я посмотрел, где-то лепится. Надо посмотреть, где лепится. И скорее принесли гвозди, забить три гвозди туда. И они сразу собьют гнездо. И еще один раз выведут. Им понравилось у нас? А ты-то зачем разговаривала? Потому что бревноши. А ты непрерывно стояла. Я говорю, какая же ты наглая. Прямо возле меня стоит и лопочет. Подошел, стал пилить. Пилит как у нас? То есть она наседает. Мы распилили с тобой, что хотели. Понимаете, у вас нет дисциплины. Вы не понимаете, как это дорого обходится. Тебе место показали, очертили. Вот ты это делай. Я каждый день этому вас учу. Вы уедете, сохраните в себе это. И дома мать ушла. Я почему посуду не вымыл? Да потому вот это не вымытые посуды. Еще болтать. Я всем рассказываю. Поэта Расула Гамзатова, кто знает? Когда он был студентом в литературном институте, в это время к нему приехал отец Сада. Сада его звать. Он дагестанец. И видит он, на морозе стоит вот так, куртушка какая-то. Сынок, я тебе все деньги высылал, пальто купить. Папа, знаешь, тут из Ленинграда приехала группа такая, там театр. Мы с товарищем, ой, как много говоришь, сын мой. Ты скажи просто, деньги не тратил, я пальто не купил. Ну, зачем мне твои театры? Денег-то нет, ты их отдал где-то. Мне это знать не надо. Главное, что ты мерзнешь опять, а у меня денег нет. Что-то не ладилось, я болтала, и работа стояла. Вот и весь ответ. Не забывайте, будем за стол садиться, в салонки встанете. Становитесь. Вчерашний день был у нас очень знатный. У нас впервые так, что среди недели мы вывесили российский флаг. Ради президента. Ради уважения к нему. Я оказал им честь, которые приезжали люди. Они имели доступ везде. Все, мы закрыты, уходим в затвор. Они сейчас начинают что-то там свое делать. Нам уже эта игра не подходит. Нам некогда. Вы увидите, подъезжает машина, быстрее крикните. Вон там, которые, палки, все эти затворы затворить. Чтобы не полезли. Детей здесь не будет. Они их больше не будут видеть. Не говоря, разговаривать никто. Лагерь закрылся. А 2 августа он будет закрыт совсем. Значит, во вторник уезжает у нас Перил. Во вторник уезжает у нас, наверное, Загуляевая. Правильно говорю? Нам жалко, конечно, что вы уезжаете. Ну, а дальше будет видно. Кто-то приедет, кто-то выедет. 10-го воскресенья у нас будет крещение. Будет ли кто-то приедет. Там Райхан Джайнакова собиралась из Казахстана. Заболела мама у нее. Она в больнице. С ней вместе лежит. Мы с ней по скайпу поговорили. Это так. Переписывались. Теперь слушайте, взрослая. У вас здесь рост-сополек. Кто его спилил? Вот в этом месте. Рост-сополек маленький. Ну, не взрослая. Кто из вас спилил? Кто его спилил? Кто-то спилил? Вот оно, отверстие. Отверстие. Рост-сополек. Его нету. Кто спилил? Это Геннадий Тихич, это я. А? Я его убрал оттуда. А что молчишь? Ну, я думал, вот здесь его показать. Да тебе думать не надо. Там это я убрал. Зачем ты это сделал? Когда... Да тебя не касается совсем это. Зачем ты лезешь все время подправляешь? Мы выращивали его, это естественно, опора была бы. Я не знал этого. Да тебе знать не надо. Ты жизнь прожил, ничего не знаешь. Зачем ты командаешь? Ты его не садил. Когда прибирал территорию, тогда убрал его. Ты можешь махать руками хоть сколько. Тополя нету. Нету. Какая тебе нечистая сила все время ворощать на это. Что не заставляешь, заставляешь. Вот идет, переваливается. Что не заставлял, мигом раз и все. Чертяк от тебя под руку толкнул. Это естественно, единственная опора на эту сторону была. Убязал. Ты не команду, я тебе говорил. Не вноси никакие коррективы. Тебя это не касается. Дали там, ушли, делай. Вот в каждую дыру лезет, где не надо. Я знаю, кроме тебя некому это сделать. У тебя на каждой руке по черту сидит. Одумайся, помолись об этом. Ты мне большое огорчение нанес. У нас подгнивает все. И представь, растет это дерево, на него уже не упадет ничего. Естественно. Все, подсунулся, подсуетился сатана. Мигом вырвал. Я у тебя ничего не отрезаю. Ничего не говорю. Зачем ты режешь здесь? Поел, пошел на работу. И все ты знаешь. А сам не знаешь, где топор, где лопата. Лопатой рубишь дерево. Я не знаю, как он срубил его или спилил еще. Подошел, главное. Если бы ты молился, молитвы-то нету. Этого не было. Тебя Господь остановил. Бангел бы тебя остановил. Каждый год проверяю, дерево растет. Я вижу, оно уже поднимается выше. И теперь у нас опора. Я с прихожу ничего нет. Дьявол впереди меня приехал. Из Омска подослал. Ты не говори ничего, только кайся. Ты нанес мне большое огорчение. Ты спилил из тех деревьев, которые у нас. Это самое важное было. Надо было инструктировать сначала. Говорить, будешь говорить. Я не воспилил. Родился, не учился. Люблю в каждую дыру нос совать. Объяснения какие-то давать. Надо было заниматься собой. В голове был бы не кирпич, а серое вещество разработанное. А то, говорит, две извилины. Сегодня у многих такое, две извилины. За стол и за стола сто лет сходить. Вот с утра прихожу и уже смотрю, зачем ты это делаешь? Тебе никогда не объяснить. У тебя работы не было. Здесь есть хозяева. Ты работник. Ты не знаешь, какое назначение. Володя здесь, он отпиливает, знает. Он знает. Он же много лет здесь. И даже никакой, ни одной порошинки в глазу нет. По-хорошему, ты не должен был бы уезжать, пока не посадишь 10 деревьев. Но сейчас садить нельзя их. Так, платочки. Ты его никогда не выращиваешь? Строил. Так, стой. Так, который рядом с Максимом, подсказывайте, как за столом сидеть. Показывайте. Платочка нет? Нету? Там он должен быть. Без платочка придется далеко бежать. Так, кто-нибудь зайдите с ним. Он не знал. Не посовывай тряпку свою. Так, зайди. Где у тебя там? Иди. Открой, чтобы видно было. Так, у кого нет полточки? Выходи туда. Вот ты сколько раз уже бегал? Много. Много. Значит, Тихонович. Дуй, Вася, лопатки. Два раза много тебе нравится. Он дома отцу сказал, а мне нравится. Мне нравится бегать. Бегай. Только первого уже не будет. Оля, это платочка. Смотрите. Все, за стол. Нет, у меня платочек. Нет, у меня платочек. За стол пошли. Вы за себя говорите, Ксения. Чего у тебя нету? Где ты не та? Какое отношение имеешь к тому, что ты не делаешь? Какое тебе отношение? Какое ты отношение имеешь к тому, что... Когда тут я прибирался... Да тебя вообще не касается. Игнатик, все. Что я вам должен сказать? Не должен ничего, чтобы ты не делал этого. Я тебе сказал, самое важное дерево. На него вся опора должна была быть. Я откуда знал, Игнатик. Тебе знать не надо, не трогай. Почему долго тебя... Надо было инструктаж провести и все. Ну, сейчас буду каждому дереву подводить и объяснять. Ну, если для вас это самое важное дерево было... Да. Неужели вы не могли сказать? Да что я тебе буду говорить? У меня много важных. Ну, подошел, сорвал. Я должен говорить тебе. Ты такие делаешь дела, что ли? Везде меня... Везде показывали... Зачем тебе лезть? Объясни мне, зачем? Ну, я убирал здесь территорию, когда... Ну, территорию убирай. Дерево-то пилить. Зачем? Я ее не пилил, я ее срубил этим... Все. Топором отрубил ее. Как она? Зачем ты сейчас поправку делаешь? Лопаты эти срубил, зубами отгрыз. Дерева нет. Я не знал об этом. Да тебе знать не надо, еще раз говорю. Вот второе дерево. Почему я его не срубил? Ну, ты сам смотри. Обрано дерево. Вот оно растет. Сейчас подгнивается, оно с ударного опирается, дерево вырастет. Вот-вот оно уже отходит. Столбы гниют. А это такой тополь на него было бы. Я не знал. Тебе знать не надо это. Неужели я буду ходить в каждое дерево? На это не показал дерево, то не показал. Блинню гонишь тут. Я тебе столько раз говорил, ничего не делай без разрешения. Одна тупость и глупость. Иди за стол. Внимание. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ты что так крестишь-то плохо? Правой рукой надо. Снова. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Во славу Божию. Святой воды малейку передайте. Передайте, другие. Божечку маленько подчеркни. Это святая вода. Другим дайте, этим тоже дайте. Давай, отпускай. Сергей, что ты будешь? Чай. Так, маленькие, конечно. Надо продвинуться вам, Кирилл. Продвигайся. Чего усилий? Наши продвигайся. Маленькие, ко мне. Передай тому, кто точил, чтобы съел сразу. Интересно, посадили тополя, бросили, ни разу не попровязывали. Все травой заглушило. Там тебя нету. А который я веду по башке его? Ну, сатана. Сатана сидит на каждой руке. Понимаете? Ну, понимаю. Так ты молись. Без молитвы не ложись. Ты днем, как только подходит, сразу раз. Господи, избавь от лукорова. Это не от Бога. Так можно, что я не сказал, как важно этот тополь. Ты можешь подойти, пилить его. Ну, что здесь за стол? Второе будущее, Таня. Гречки, да. Гречки. 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 Женщики. Женщики. А вы чаток без первого остались? В общем. Агнатихович, а наказанное у нас что, без первого или вообще? Первого. И в ковребе, Никита Я же вчера перенесла, Никита